Я принимаю жезл правды и жезл царства. И то, что Господь хочет сегодня произвести в твоем сердце, в моем, вообще в городе, чтобы жезл правоты, он установился на всех уровнях, всех слоев населения. И на уровне власти пришла правда. Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я словом устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израиля. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводах веселящихся. Вставайте и взойдем на Сион, Господу Богу нашего. Друзья, не это ли мы сейчас как стражники делаем? Господь сказал, будет день, когда стражники провозгласят. Мы это провозглашаем. Славное возвещается о тебе град Божий. Я хочу с этих слов пророческих сказать о Петербурге. Славное возвещается о тебе город Санкт-Петербург. Пусть Господь благословит каждого мужчину, каждого отца, каждого мужа, каждого сына. Потому что это особый день или особое время, когда мы можем воспользоваться этим временем и благословлять от всего сердца. Ведь полнота человека – это муж и жена вместе. И тот, который сказал, плоды вам будут от меня, я хочу утвердить это, что безопасность будет на этих улицах города. Придет Божье царство в силе. Придет Божье царство, которое всем обладает. И у нас с вами есть возможность сейчас утвердить здоровое отцовство на развитии. Больше всего хранимого храни сердце двое. Потому что есть в его источнике жизни. Отцовство начинается с правильного сердца. Пусть Господь, мы говорим, святая Русь, поднимайся. Русь правды Божьей, которая понесет это благое слово, благою весть на краю земли. Во имя Иисуса Христа, да поднимается великая армия великого Бога. На стенах твоих, Санкт-Петербург, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит, доколе не сделает. Санкт-Петербург, слава на земле. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Пусть так будет, пусть Господь утвердит это слово в реальном мире. Но здесь есть определенное духовное откровение. Определенное духовное откровение. И вот Ольга Дмитриевна, она взрит в суть вопроса, как говорится, понимаете. Поэтому Бог и будет производить действия от таких молитв. И Он производит. Песня. 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 Принять навек всю славу, всю честь и хвалу. Во имя Иисуса Христа мы посылаем слово благословения в грядущие дни. Да будет устройство твоего народа, и помазание твое пусть течет, и распространяется с головы на бороду, на края рис, и до края земли. Господь, да будет так! Я думаю, вы верите в то, что здесь происходит сейчас духовный акт. Я верю, что сказал апостол Петр, кто говорит, говорит, как слова Божии. Сегодня у нас с вами есть такая честь, есть такое право. Господь сказал пророку Иезакию, ты пророчествуй, ты говори. Бог сегодня нуждается в нас с вами, чтобы мы могли говорить эти слова Божии. И собравшись из разных конфессий, из разных церквей, но с одним желанием, чтобы город, чтобы люди были спасены. Сегодня это нас объединяет, и пусть этот Дух Святой, который излит на землю, излит наши сердца, сегодня будет производить свое Божественное Слово, Рема, в наших сердцах, любим его, произведенное Духом Святым, выдавать, говорить, и оно будет работать. Поэтому я верю, что это духовный акт, который имеет огромное, колоссальное значение для города, для страны, для судеб наших людей, наших церквей. Нам столом оказана величайшая честь, стояние на одной неотформе с вами. И лихти вас, на руку, как молитву пред Отцом Небеском. Для того, чтобы он насытил вас энергией, через свое дыхание. И чтобы он послал вас вперед, для величайших приключений. Я хочу только напомнить, что Едрон был из земли израильской. И мы славим Бога за Ольгу и за эту армию Вильона, которая выросла на земле России. Бог есть Бог, прорыва. И Он слышит наши молитвы. И Бог говорит вам, ребята, это только начало. Он хочет дать вам много, много прорывов. Делать вода, носитель информации. Все, что здесь было за годы истории, она в себя впитывала. Но сейчас новая история, и мы ее творим с вами. Приносим сейчас покаяние пред лицом твоим. И мы говорим, Господи, прости за невежество и прости за безумие, когда приносились жертвы. И в эти жертвы были человеческие, также судьбы. Боже, прости и очисти прямо сейчас воды Небы. И мы благодарим тебя, Господь, что ты знаешь, как сделать сильным это слово, которое прямо сейчас звучит пред тобою. И я благодарю тебя, Боже, я благодарю тебя, что церковь твоя, она без стен. И на этих ночных молитвах они несут нужды города, нужды церкви. А вы знаете, когда Иисус хотел знать, что происходит в стране, что было в стране, Он пришел в храм. Потому что храм показывает, что будет завтра. Может быть, сегодня в стране еще все круто и все хорошо. Но если в храме мерзость запустения, так будет в стране. И наоборот, если в стране все плохо, но если в церкви пробуждение, если в церкви церковь открыла свое сердце, чтобы план Божий, чтобы его голова опустилась, значит, скоро в стране будет пробуждение. И скоро страна выйдет из этого тупика. И я верю, что на этих простых ночных молитвах, когда каждую пятницу люди готовы приносить себя в жертву и приходить, чтобы план Божий, чтобы сердце Иисуса опускалось в их сердце. И они, сопереживая боли Отца Небесного, который видит то, что происходит в стране, как мучаются люди, и они, сопереживая в молитве, отдают Богу эти нужды. И я верю, что пробуждение в стране и изменение вообще облика страны, оно во многом связано вот с этим десятилетним периодом ночных молитв. Я слышу шум приближающегося дождя в Петербурге. Все, о чем мы молились, семьи, дети брошенные, либо проблемы общества в виде рабства, наркомания, азарт, алкоголь, различного рода смерти раньше времени, либо нацизм или фашизм, коммунизм и всякие измы, которые поднимали голову за это время. Во имя Иисуса Христа я желаю, чтобы мы с вами могли сейчас утвердить все слова, сказанные. У Бога не останется бессильным. Никакое слово. После одной из ночных молитв недавно мне Господь показал, как это будет. Это действительно потрясающе, друзья. То, что Он сделает в этом городе, это потрясающе. Он потрясет все устои дьявола. Он потрясет все языческие престолы. Но Его Царство будет обитать вовек. И путь Господу здесь будет приготовлен. Потому что Он так захотел. Он оказал нам честь, поставив нас служить Ему. Господь, пусть Твоя рука ляжет на этот город и всякую твердыню дьявольскую, всякий Его колодец, всякое Его гнездо, всякий корень и в городе, и в области мы объявляем не просто разоренным и вытащенным. Но на это место посаждается Божье семя благородной лозы. На это место насаждается согласие. На это место насаждается здравомыслие. На это место насаждается жажда по Богу. В каждый дом, в каждую улицу, на каждый проспект, на каждую площадь, в каждый кабинет, в каждый подъезд мы приглашаем движение Святого Духа. Аллилуйя, Господь! Я хочу, чтобы мы могли соединить сейчас свои сердца и соединить потом эти жезлы. Чтобы Царство Божье не разделялось, а чтобы Царство Божье было единым. Ты хочешь, чтобы один жезл расцвел в этом народе, в этой нации, чтобы расцвела, Господь, Твоя правда, Твоя истина. Во имя Иисуса мы утверждаем жезл Господень рассветший, чтобы священство, всеобщее священство, оно могло подняться, чтобы поднялись люди, которые знают своего Бога лично, которые поклоняются Ему. И когда Бог Сам утверждает священство в Иисусе Христе, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, что мы объединяем эти усилия! Каждому из нас в наступающем году предстоит совершить вот такой взлет. Может быть, на более дальние расстояния, а кому-то предстоит совершенно новое направление освоить. Но каждый из нас сегодня получит особое снаряжение и подготовку для этого взлета. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка их запустим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!